Всем привет, меня зовут Игорь Егоров, вы на моем канале и сегодня меня ожидает новое путешествие. Выхожу уже из дома, а сейчас я еду на метро, на станции Домодедово, там сажусь на автобус и еду в аэропорт. Я прошел регистрацию, не могу без Боргеркин, какому самому большому мужчину, иначе я не долечу. Мне сегодня лететь за 15 часов. Я уже долетел. Полетел я 4 часа, теперь мне нужно 4 часа как-то протусоваться в Новосибирске. И затем еще 7 часов я лечу в Бангкок. И из Бангкока мне нужно еще 2 часа доехать до Паттай. Я прилетел в терминал А, и мне надо в терминал Б, он международный. Я уже в самолете, наконец-то вечер в Киеван. Я налетел, уже в Бангкоке, только вышел, сразу же чувствую этот тропический воздух. Сейчас удаю там иммиграционную службу, потом мне деньги, и потом покупать билет на автобус. Чтобы добраться до Паттайи. Поменял я деньги. Курс, конечно, грабеж. За 1000 рублей мне дали 390 ватт. Это жезь, конечно. Но ничего не поделать. Мне нужна наличка прямо сейчас, чтобы оплатить автобус. А потом в Паттайе поменяю по нормальному курсу. Автобус из Бангкока в Паттайю. Это самый легкий способ паттайи, самый дешевый. Билетик пошел сегодня 120 бат всего. Эта стойка находится на первом этаже, у выхода номер 8. Ее очень легко найти. Всем привет. Сейчас я только что проснулся. Вчера после того, как я сел в автобус, я больше не снимал, потому что я себя так ужасно чувствовал. Хотелось уже просто доехать. Но мы ехали целых 3 часа, собрали все пробки. Я наконец-то заселился в отеле и почувствовал, что... Ой, нет. Душ и еда, и я ложу спать. Сейчас проснулся, чувствую себя гораздо лучше. Вроде бы, я не уверен. Вот так выглядит мой номер. Я попытался убрать кровать, но не особо хорошо у меня получилось. Здесь у меня шкаф. Развешиваю уже свои футболки. Здесь дверь, свет. Управляются вот этой вот штучкой. Она была привязана к ключу, но я ее отыграл, чтобы холодильник постоянно работал. Здесь тумбочки, туда кинотехнику, две лампы. Уже полная корзина мусора. Какие-то они невместительные совсем. Здесь вода, это предоставляет отель. Есть чайный набор, я уже больше половины выпил. Здесь такие два креслица, стул, телевизор. Показываю два русских канала. Первый Россия 1. Все так сведено. Мне нравится. Также у меня два балкона, номер очень светлый. Вот такой вот видок в какой-то домик. Непонятная зданица. Так, закрываю и давайте пойдем возьмем в церковь. Вот такой вот он, который мне нравится больше, он потише. Блин, ночью дождь что ли был? Капает почему-то. Не лакшери, но все равно неплохо. Сейчас я уже собрался. Нужно выходить в город, дойти до 7-Eleven. Купить все необходимое. Продукты, всякие уходовые штуки. Я, кстати, увидел обменник. Именно вот эти желтые самые выгодные для русских. Для обмене российских рублей. Вот он, мой любимый 7-Eleven. Есть просто тонны всяких интересных штук. Куча всяких напитков, снеков. Закупился. Сейчас приду в отель и все покажу. Вывеска Зинг. Вот он мой отель. Зинг, resort and spa. У меня в отеле есть еще бассейн. Очень клевый. Я еще в нем не плавал, но обязательно надо сделать это. Сейчас жду лифт. У меня номер, значит, в этом этаже. 4. У моих отелей Зинг в Паттайе 3. Hotel Zing. Zing Juntien. Zing resort and spa. И есть также еще в Номпене. Это в Камбодже. Что я купил? Здесь у меня сэндвичи с сосисками. Очень клевые. Я их всегда ем в Паттайе. Бритва. Мне она необходима сейчас. Чай мой любимый. Очень скучал по нему. Кофе. Триводном обычная. Маска Panda. Какой-то по акции набор гарнировский нашел. Здесь умывалка гарнировская и какой-то крем. Маска для волоса, да. Гель для укладки. Хиткат со вкусом зеленого чая. Здесь у меня тоже еда. Пельмешки с креветками. Гедза. И рис с креветками. Обожаю все креветочное. Что я делаю в Таиланде? Смотрю модный приговор. И кушаю вкусненький рис с креветками. Доброе утро. Вот и наступил второй полноценный день, как я, в Таиланде. Из планов у меня сегодня экскурсия. Она называется вечерний нанг нуч, но она начинается в час дня. Также, думаю, я, возможно, сейчас успею еще посетить холм Большого Будды, если потороплюсь. Сейчас примерно 10 часов утра и надо собираться. На улице все затянуто тучами. Надеюсь, самый ответственный момент, когда я буду на экскурсии, дождь не пойдет. И снова, куда я двигаюсь, в 7-Eleven. Хочу выбрать на завтрак себе какой-нибудь боргер и какой-нибудь кофе, наверное. Я нашел себе тихий уголок, чтобы позавтракать с таким прекрасным видом. Сэндвичи из 7-Eleven. Именно здесь, на холме Пратамнак, самый потрясающий вид на город. Прямо напротив обзорной площадки находится тропинка на холм Большого Будды. Поднимаясь на холм, вы можете найти китайский храм. Здесь очень крутая территория. Еще очень круто, что раньше я здесь не был. Я был уже на холме Большого Будды, но почему-то этот храм обходил стороной. Но сейчас я тут, и он офигенный. Я добрался до Большого Будды. Сегодня вечером я буду ужинать вот там, в Паттайя-парке. С моего последнего визита сюда практически ничего не изменилось. Все так же много туристов, все такой же красивый вид. Обожаю это место, но уже надо возвращаться. Совсем скоро мне надо отправляться в парк Нангнуч. Прощай, Будда. Еще увидимся. Я уже успел пообедать в отеле, и сейчас иду на экскурсию. Сам сад представляет свой комплекс из целой кучи садов. Здесь и так же в свое шоу. Традиционное в тайском стиле. Шоу слонов. Также здесь можно покататься на слонах. Здесь просто офигенно. Очень необычное и прикольное чувство покататься на слоне. Только три сфоток. Как будто Брецкая испортилась. Уже вообще дождь. Вот мой швейцкий стол в Паттайе парке. Так, что я набрал на свой ужин. Здесь креветки. Целая куча. Здесь куча всякой фигни. Здесь и рыба, и курица, и или со свининой. Кофе. Черный с сахаром. И виноградный сок. Типа виноградный, мне кажется, это какой-то химоза. Но вкус ничего. Теперь, кажется, я наелся. Билет на ужин стоит 600 бат. У меня это все дело включено в экскурсию. Вещание на ночь. То есть это посещение самого на ночь. Катание на слонах. И затем ужин в Паттайя парке. Вот оттуда сейчас я вышел. Там мне сейчас ужинал. В Паттайя парк. Паттайя парк. Паттайя парк.